Шаги нерешительные, а в глазах любопытство. 12 детей из семейного детского дома села Московского впервые в жизни на ледовом катке. Привычные ботинки сменили на незнакомые коньки и в путь. Тебе нравится? Нет, нет. Но это первые эмоции, которые очень быстро сменились восторгом. Сейчас я только учусь кататься, но я хочу научиться как взрослая. Происходит прямо вот чудо. Они зашли, первый раз стоят на коньках, и вот столько они раз, я слышала многие, говорят, мам, мы так хотим покататься на коньках, вот все просто так вот. Вот сегодня встали на коньки, я думала, вообще такие были, как расползались ножки у них, как чумурашки, я смотрю, уже через какой-то час мои дети катаются. В общем, у всех такие лица оживленные, вот такая музыка еще бы тут хорошая. Ну и мне хорошо. Приемная мама 16 детей не просто довольна. Ведь сама она никогда не смогла бы привезти ребят из Московского в Михайловск. А уж тем более самостоятельно поставить их на коньки. Помогли волонтеры из федерального университета. Идея принадлежит самим студентам. А ВУЗ эту инициативу поддержал. Мы надеемся, что из этих детей, которые вот только-только сейчас становятся на коньки, им по 4, по 6 лет. Может быть, среди них будут будущие олимпийские чемпионы. Может быть, здесь будут великие хоккеисты. И мы будем гордиться тем, что через несколько лет, может быть, через 10 лет, 15, увидим их на подмостках олимпийских игр. Кстати, эта акция не разовая. Студенты федерального университета готовятся к ВУЗовскому конкурсу «Зимняя феерия». И волонтеры решили подготовить номер вместе с ребятами из детского дома. Рискованно, но детям нравится. В планах волонтерского отряда «Особый взгляд» и помощь детскому дому-интернату из села Подложного. Мы хотим после этого мероприятия взять этот детский дом под шефство, помогать и ходить к ним в гости в дальнейшем. Тоже в дальнейшем учить их чему-то новому, радовать. Ведь, наверное, самое главное для детей – это не приносить им, может быть, какие-то вещи, что тоже очень важно, а дарить им эмоции, дарить им впечатление, чтобы они это запомнили навсегда, на всю жизнь. Максим Гревцев, Андрей Скирда, РЕН-ТВ, Ставрополь.